Впервые Государственный архив новейшей истории Ульяновской области представил около 40 документов, отражающих эпопею возведения Волжской ракады, стратегической железной дороги Великой Отечественной войны. В этом году исполняется 80 лет того момента, как ее стали возводить и дня, когда по ней пошли первые эшелоны на фронт. В документах отражен непростой процесс борьбы за свободные рабочие руки, поскольку основная масса лучших работников сражалась на фронте. Другая часть народа, в основном женщины, подростки, старики, вела борьбу за урожай. В основном это отчеты и телеграммы сельским властям, райковым. Дело в том, что все близлежащие села к маршруту ракады, они были обязаны выставить в порядке платной, что важно, платной именно гужевой и трудовой повинности определенное количество людей и телег с лошадьми. Волжская ракада – это была железнодорожная ветка, соединившая фронт и тыловые предприятия. Она протянулась от станции Иловля, которая находится примерно в 90 километрах от Сталинграда, сегодня это Волгоград, до станции Свиярск под Казанью и проходила через станции Саратов, Сызрань и Ульяновск. Чтобы показать всю грандиозность стройки и подвиг народа, к проекту «Волжская ракада. Трудовой подвиг народа» присоединились Российский государственный архив социально-политической истории, Российский государственный архив города Самара, Самарский областной государственный архив социально-политической истории, Центр документации новейшей истории Волгоградской области. Они представили уникальные документы и фотографии из фонда в того периода. В целом до 15 тысяч человек на этой стройке. Именно на участке от Ульяновска до Сызрани работало. А от самого Савияжска до Сталинграда работало, может быть, даже до 100 тысяч человек. Там участвовали на других участках строительства заключенные при Волжском исправительном трудовом лагере. Мобилизованы немцы по Волжье. С середины апреля передвижная выставка отправляется в Волгоград к одному из партнеров проекта. В Ульяновскую область она вернется в конце августа. С 1 сентября по 1 ноября с ней могут познакомиться жители Димитровграда, Инзы и Барыша. Выставка осуществляется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.